И снова здравствуй! Меня зовут Алексей, ты на канале Фролов может всё! И сегодня Фролов может всё в новую игру жизни страдания господина Бранта в эпоху падения Блаженной Империи Аркнов. Про игру знаю совершенно мало, как всегда мне её порекомендовал мой подписчик и спасибо тебе за это. По визуалу необычно, интересно. Давайте пробовать, ничего не знаю, поэтому давайте погружаться в игру вместе. Если хочешь узнать про что игра, что будет дальше, однозначно смотри до конца. Давай только пробежимся по настройкам. Языкаешь на русский. Анимированные иллюстрации. Да, музыка потише, звук потише, полный экран, разрешение. Я не знаю, что это такое, но окей. Я думаю, что можно начинать. Так, введите имя героя, господин Бранте. Брант, чтобы вести господин Фролов, сэр Бобёр, сэр Фролов, господин Фролов, пускай будет. Фрололо, или Фрололо. Господин Фрололо Бранте, уделите внимание выбору имени. Именно так к вам будут обращаться персонажи игры. Ну да, Фрололо, хорошо. Режим игры. Возврат к главам разрешен. Вы сможете возвращаться к началу любой пройденной вами главы и продолжать игру с этого места. Запрещен. Вы не сможете возвращаться к предыдущим главам, чтобы переиграть свои решения. Вы проживете жизнь героя от начала до конца, принимая все ошибки и испытания судьбы. Ну, допускай будет разрешено, если честно. Как в игре Детройт, короче. Последствия открытые. Вы будете заранее видеть последствия для жизни героя, которым приведет каждый ваш выбор. Это рекомендованный режим игры. Вы сможете планировать и вести судьбу героя по нужному пути. Эту настройку можно будет сменить в меню в ходе игры и скрытые. Вы не будете заранее видеть последствия для жизни героя, которым приведет каждый ваш выбор. Выберите эту опцию, если хотите узнавать результаты решения только после того, как вы их приняли. Эту настройку можно будет сменить в меню в ходе игры. Ну, давайте сделаем так. Я за то, чтобы мы не знали, что нам это даст. Да? Поэтому мы совсем недавно играли в игру The Choice of Life, Middle Ages. И там, соответственно, нам не давали никакого выбора. Поэтому я хочу играть вот в таком формате. Если что, мы, конечно, вернемся к открытую. В последствии в открытую. Поэтому начать игру. В ваших руках судьба одного человека. Вы пройдете с ним всю его жизнь, от рождения до смерти. Ваши решения определяют, кем вырастет господин Бранте. Какое место он займет в обществе и какой след оставит в истории. Помните, каждый поступок будет развивать персонажа в ту или иную сторону. Это закроет ему одни пути, но откроет другие. В жестоком сословном мире, где суждено родиться господину Бранте, героям быть трудно. Будьте готовы, что ваш персонаж не всегда будет в силах справиться с испытаниями. Смелые поступки потребуют от вашего героя личных качеств и готовности пойти на жертвы. Часто вы не сможете сделать тот или иной выбор, потому что ранее избрали в жизни другую дорогу. Исчерпали силы героя, не добились нужного положения в обществе. Прям как в жизни. Победы будут даваться вам тяжело. Вы придете к ним только через горькие поражения, драмы и потери. Примите их и создайте неповторимую трагическую судьбу вашего героя. Какими будут жизни и страдания господина Бранте, все зависит от вас. You are welcome! Вся моя жизнь останется на этих страницах. Но судьба всегда была в моих руках. Каждый поступок, каждое решение, каждый человек в моей жизни сделали меня тем, кто я есть. Но мог ли я прожить жизнь иначе? Занять другое место в обществе? Изменить ход самой истории? И какой ценой? Из жизни и страдания господина Бранте в эпоху падения Блаженной Империи Аркнова. Загрузочка пошла. Ой, вот это визуал. Конец времен. Пальцы испачканы чернилами. Дышать тяжело. Руки трясутся. Но на листе одно за другим появляются слова. Они складываются в летопись твоей жизни. Кто ты? Как ты пришел к такому концу? Ты родился и прожил свою жизнь в Блаженной Аркнийской Империи. Здесь судьба каждого предопределена с рождения. Человек или Аркан, дворянин, священник или прост уледин. Над всеми царит божественная воля близнецов. И каждый крохотное звено во вселенском механизме. Воспоминания приходят. Накатывают волной, от которой не убежать. Заново связывают утраченное время воедино. Детские мечты. Отрочество. Юность в столице. Бурные мирные годы и кровопролитная война. Высокие посты и низкие поступки. Роскошь дворцов. Тайны городских подворотен. Поля сражений. И лица. Лица каждого из близких, кто прошел с тобой этой дорогой. Чернила выплескивают всю твою жизнь на бумагу. Каждым шагом ты пытался изменить мир по своей воле. Как ты рос. Какой путь избрал себе в молодости. Какие деяния совершил и что принес в жертву. Все это привело тебя сюда. К концу твоих времен. У каждого решения всегда была цена. И спустя годы развилки судьбы. Отказывают в памяти то болью, то радостью. Мог ли ты прожить жизнь иначе? Вырасти другим человеком. Занять иное место в обществе. В твоих силах было изменить ход самой истории. Сейчас на пороге смерти. Ты борешься с сомнениями. Ищешь последний и самый важный ответ. Почему твой жизненный путь оказался именно таким? Была ли жизнь всегда в твоих руках? Или ей распоряжались иные силы? Кто же вершит судьбу человека? И тут у нас как бы выборы есть. Значит сам человек, мир высшей силы и судьбы нет. Сам человек, самого рождения ты и только ты строил свою судьбу. Мир. Твой путь определили люди, события и общество, в котором ты жил. Высшей силы, вариант. Судьбой человек управляют силы за пределами нашей воли. И вариант судьбы нет. Никакой судьбы нет. Жизнь человека случайно не подчинена никаким законам. Интересно, кого мы будем отыгрывать? То есть здесь все-таки есть место отыгрыши. Я также вернусь немножко к той игре, которая из Middle Ages. И там мы для себя выбрали сначала путь плохого плохиша. Прям вообще плохого. И возможно хочется здесь сделать то же самое. Но в любом случае, давайте как-то отыгрывать в любом случае. Получается, мы сейчас на пороге смерти решаем, что же будет. Ну смотрите, человек это существо биопсихосоциальное. И сам человек один, без общества ничего не может на самом деле. Потому что ради чего? Ради себя? Ну такое дело. Поэтому я считаю, что именно мир вершит судьбу человека, в котором мы живем. Его окружение, если быть еще точным. Идут твои последние часы в земном мире. Ты закрываешь глаза. Перед мысленным взором вновь возникают лица родных, друзей, врагов, подчиненных правителей. Одно за другим вспоминаются события, изменившие тебя навсегда. В этот миг становится ясно. Ты плоть от плоти этого мира. Ты взращен семьей, родным городом, империей. Твоя судьба сложилась из воспитания, из положения в обществе, из поступков других людей, из эпохи, в которой тебе довелось жить. Прав ли ты? В поисках истины тебе придется вернуться к самому началу. Вспомнить весь пройденный путь. История человека по имени Фрололо Бранте вновь оживет на этих страницах. Фрололо, отлично, отличная кликуха, я даже не знаю, что ли. О, 0 лет. Ого. Мы начинаем с детства, с 0 лет. Ну, нажимаем продолжить, конечно. Глава 1. Детство. Это какой-то замок. Мы маленькие. Глава 1. Детство. Начало жизни. Детство. Первые слова, робкие шаги. Ты еще так мал и только знакомишься с миром, в котором родился. Все вокруг новое, непонятное и беспощадное. Перед тобой простирается долгая и трудная жизнь. Подвиги, поражения, судьбоносные решения еще впереди. Но уже первые поступки повлияют на становление личности. Ты учишься жить и выживать в этом мире. Ищешь свое место, определяешь будущую участь. Кем ты вырастешь? Че, выбор мне дадите? Ну, давайте. Пролог. Взросление. В начале вас ждут три главы взросления. Детство, отрочество и юность. В них вы построите личность героя. Разовьете его качество. Зададите отношения с окружающими. К концу пролога вы определите, какому сословию будет принадлежать ваш герой и какому делу он себя посвятит. Став взрослым, он сможет влиять на мир вокруг себя и на судьбу всей империи. Кем же вырастет Фрололо Бранта? Решать вам. Год 1118. Итак. Начало жизни детства. Первые слова. Робки шаги. Кем ты вырастешь? Ага. Личная жизнь. События в личной жизни героя, которые могут случиться в этой главе. Урок фехтования. Ты осмелишься учиться фехтованию на шпагах вслед за своим отцом, хотя тебе это и не положено по рождению. Условия решительности больше четырех. Тренироваться с отцом. По ту сторону. Еще в детстве ты переживаешь свою первую смерть и перерождение. Испытать первую смерть. Отлично. То есть мы еще и умереть можем прям тут. Озарение. Благодаря матушке к тебе приходит озарение о том, как устроены мироздания и каковы уделы его обитатели. Условия чуткость больше или равно четырем играть с муравьями. Причастие дворянина. Ты пытаешься принять дворянский. Ты пытаешься принять дворянский удел на причастие. Условия запас сил больше равно нулю. Поцеловать меч. Ну что ж. А тут как-то... Ух, фига себе. Что, потыкаем? Судьба. Ага. То есть... Отлично. Фрололобрант. Возраст. Ноль лет. Сословие простолюдин. Дело взрослений. Слушай, вот мне сейчас 29 лет, но по-моему прям вот все про меня. Смерти. Офигеть вообще. Я вот не до конца понимаю, что за смерти. Погибшего малой смертью ждет перерождение. Погибшего истинной смертью ждет суд близнецов. Не познавший смерть. Ну это пока мы, но истинная смерть с четвертой попытки что ли? Беда. Чуткость. Давайте изучать игру. Твое внимание к миру и людям вокруг. Умение воспринимать и учиться. Повлияет на твой склад ума и способности во взрослой жизни. Может быть невнимательный, заинтересованный, любознательный и прозорливый. Очень хорошо я теперь знаю слово прозорливый. Решительность. Твое упорство и силы характера. Умение добиваться своего. Повлияет на твой склад ума и способности во взрослой жизни. Безвольный, деятельный, упорный, непреклонный. Запас сил. Мера твоих внутренних сил и готовности действовать тратится на совершение трудных поступков. Ага. Обессилен. Способен на поступок. Полон сил. Готов ко всему. Добро. Дом Бранте. Репутация. Запятнанная честь. Честь семьи и положение в высшем свете влияет на отношение дворянского общества к вашей семье. Запятнанная клейма позора на ноли. Запятнанная честь. Скромное положение. Известность среди знати. Славный род. Богатство. Ой, мы богатенькие. Ребят, нормально. Благосостояние вашей семьи. Ваш достаток и владение. Ноль. Разорение. Бедность. Средний достаток. Процветание. Богатый род. Единство. Близость и доверие внутри вашего семейства. Влияет на судьбу членов семьи. Ё, мои души члены семьи будут. Ненависть. Склоки. Споры. Разногласия. Спокойствие. Гармония. Наследник. Стефан Бранте. Отношения плюс один. Равнодушный статус неизвестен. Сын Роберта Бранта от первого брака. Получил право на дворянский удел по рождению. С ранних лет он стремится во всем, стремится, да, во всем быть первым и доказывать это семье. Вот, и семья. Значит, смотри, где мы... Вот, Фрололо, отлично. Значит, есть у нас Фрололо Бранте. Это вот мы. Мы, значит, детеныш от Роберта Бранте и Лидии Бранте. А еще у мамы, получается, есть дочь. Дочь. Она на мне родная. Хорошо, хорошо. Просто что-то это... Это хорошо, когда сестра не родная. Глория. Глория. Ой, оно еще и нажимается. Отношения. Равнодушие. Незаконно рожденная дочь твоей матушки Лидии. Никогда не знала своего настоящего отца. Ее положение в семье шатко. Роберт Бранте так и не признал ее, как свою дочь. Понятно. О, батя ты, конечно, нагулял. Мечтательная натура. Порой сестра витает в облаках и может вести себя легкомысленно. Лидия Брант. Хочу про нее узнать. Отношение симпатии. Вот прикиньте, у вас есть мать и у вас отношение, наверное, от нее к вам симпатия. Ну, типа, ну, нормальный такой у тебя пацан растет. Скромная мещанка из предместий Анизоти. Твой отец приютил ее, несмотря на низкое происхождение и прямой запрет твоего деда. Теперь она ведет домашнее хозяйство и воспитывает детей Роберта. Матушка отличается набожностью и рьяно требует от детей соблюдения уделов. Папик. Папа. Симпатия. Это неплохо. Роберт Данте. Роберт Бранте. Дворянин Мантии. Дворянин Мантии судья в префектуре города Анизоти. Ох, фигайся, у нас папа оказывается судья. Ну, в общем-то, по жизни нам это пригодится. Вслед за своим отцом Грегором Бранте дослужился до благородного звания и службы в префектуре. Трудится на посту судьи, не жалея себя ради благоденствия семьи. Второй брак отца с твоей матерью, простолюдинкой Лидией, поставил под удар дворянское будущее вашего рода. А че? Ну? Подожди, про какой брак ты вообще говоришь? Второй брак? Стой. Мы только что читали. Твой отец, Роберт Бранте, приютил ее, несмотря на низкое происхождение, прямой запрет твоего деда. Я не совсем понимаю, где тут разговор про брак. Ну, то есть, приютил? Я не знаю, конечно, может быть, в 1118 году, если женщина, ну, не знаю, вот, ну, нанял он себе Лидию Бранте. Хотя Бранте, Бранте, фамилия, да, уже. Ну, ладно, 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 зачем ты так сделал, мужик, непонятно. Ну, наверное, ты очень ответственный. Давайте про деда почитаем. Дед Грегор Бранте. Бранте. Дворянин Манти. Ой, слушай, у нас с дедом вообще отношения минус один равнодушие, алло. Это мой прямой наследник, между прочим. Глава семьи Бранте, дворянин Манти, старший судья в префектуре города Анизотти, первым в роду получил образование и заслужил благородный титул. Мечтает, чтобы семья получила потомственное дворянство Меча, жестокий и непримиримый охранитель древних порядков, неустанно заботится о будущем рода. Я вижу, я вижу. Дед, равнодушен вообще к нам. Давайте почитаем про первую жену. Амалия Эль Борн, дворянка Меча, истинная смерть, что значит, первая жена твоего отца скончалась сразу после рождения Стефана. Родная мать Стефана, Стефан или Стефана? Стефан, Стефана, Стефана, родная мать Стефана. Давайте я буду говорить Стефана, я считаю, что это правильно. Умерла при родах, она была дворянкой Меча и сестрой высокопоставленного друга семьи. Агюстена Эль Борна. Их брак с твоим отцом был заключен усилиями деда. Об Амалии рассказывают, что она была яркой и волевой женщиной, гордившейся своим благородным происхождением. И, соответственно, брат, брат неродной, Стефан Бранте. У нас с ним равнодушие. Сын Роберта Бранта от первого брака получил право на дворянский удел по рождению. С ранних лет он стремится во всем быть первым и доказывать это семье. Так. Ага, все, у нас тройки, глава, год. Все, погнали, погнали. Значит, смотрите. Кем ты вырастешь? Ну и погнали изучать, в общем-то, да? Твои личные качества в этом возрасте, от них зависят твои... А какие поступки тебе будут доступны? Реш... Ой, ну слушай, мы только что это все читали, поэтому... Угу. Это все мы читали, поэтому начать главу. Давай, давай, давай. Предисловие закончилось. Начинается геймплей. Рождение. Не было ничего. Ни времени, ни чувств. Только тьма и пустота. Но чья-то воля вдохнула жизнь в небытие. Материя и дух пришли в движение. История начала свой ход. Так. Ты появился на свет! Твое первое воспоминание. Ты лежишь на спине, ослепленной ярким белым сиянием. Ты не один. Над тобой склонились гигантские фигуры твоих создателей. Ты их часть, они часть тебя. Между вами необъяснимая связь, крепкая, нерушимая. Они всегда будут следить, хранить и оберегать. Каждый выдох дается болезненно. Ты выпускаешь боль в отчаянном крике. Создатели протягивают к тебе свои руки. Эти двое – те, по чьей воле ты пришел в этот мир, из которого ты сотворен. Они едины. Но чем ближе они склоняются, тем яснее их различие. Ты уже чувствуешь, как они борются внутри тебя. Первый силуэт – мягкий. Чувствительный, мудрый, милосердный. Его любовь окутывает тебя с ног до головы, будто вторая пеленка. От него исходит бесконечное тепло. Второй – сильный, властный и благородный. Он строг и справедлив. Укажет нужный путь, встанет на защиту, но не спустит с рук ни одного проступка. Но есть и третья фигура. Едва различимая, подобно тени. Она стоит позади. Но от нее исходит биение, непримиримый волик жизни. Той самой воли, что уже зреет внутри тебя. Мягкая, раскрытая ладонь, жесткий кулак, таящая вдали тень. Ты с трудом высвобождаешь ручку из тугой ткани и тянешь ее навстречу миру. Потянуться к ладони, потянуться к кулаку, улыбнуться тени. Я хочу... Ну, то есть, тут, конечно же, идет разговор явно про мать, про отца и про что-то еще. И про что-то еще. Слушай, я хочу потянуться к отцу. Потянуться к кулаку. Рождение. Кулак жесткий, шершавый, даже неприятный. Но это твердая рука отца. Ты беззащитен рядом с ним. Крохотный ребенок перед взрослым мужчиной. Твоя рука как будто бросает вызов ему и его силе. Он принимает его. Мы получили решительность плюс один. Мы теперь безвольны. А кто мы до этого были? Ну, теперь мы безвольны. Окей. Кулак отца раскрывается и гладит твою ладошку. Такую нежную, но искреннюю нежность он позволил себе еще не скоро. Продолжить. Появление на свет. Ты пришел в этот мир. Какую жизнь ты проживешь в нем? Год 1119. Увидел только что детство. Прошел один год. Нам годик. Как Fallout 4, да? Прятки. С каждым днем ты различаешь родителей все лучше. Отца ты узнаешь по тяжелому дыханию и холодным сильным рукам. Он приходит к тебе редко. Роберт Бранте. Ну, здравствуй, Фрололо. Младший из рода Бранте. Нежный голос матушки рядом. И днем, и ночью. Лидия Бранте. Как ты быстро растешь, малыш. В семье есть еще двое маленьких людей. Их зовут Стефан и Глория. Глория поет тебе песни. Любит наряжать тебя в тесные одежды. И аккуратно держит твои ручки. Помогая делать первые шаги. Стефан? Стефан же обычно хватает тебя за руки. Щипает и подкидывает. Смотри, это твой брат и сестра. Да, ты мой братик. Я буду с тобой играть. Только я всегда буду главнее. Потому что ты простолюдином родился. Какая ты сволочь, брат. Перестань ты. Он еще ничего не понимает. Малыш Фрололо. Пойдем лучше играть во двор. На улице жарко. Две руки. Одна брата. Другая сестры. Помогает тебе спуститься по огромным каменным ступеням. Ты плюхаешься на землю и начинаешь водить ладошами по траве. Редкие травинки щекочут пальцы. Вдали небо разрезает огромная полоса белого света. Слишком яркая, чтобы на нее смотреть. Что? На сияющий столб уставился? Наглядишься еще. Эй, я хочу играть в прятки. Он же совсем маленький. Как у Арара. Надо как-то... Надо как-то... Голосами подыгрывать. Он же совсем маленький. Как ему играть с нами? Вот ты его и спрячь, а я буду вас обоих ловить. Ты не знаешь, о чем они, но издаешь радостные звуки. Что-то интересное происходит. Стефан и Глория переглядываются. Затем твой брат отходит к большому дереву, закрывает глаза и начинает что-то громко выкрикивать. Глория же берет тебя за ручку и ведет за собой по двору. Сестра заводит тебя за густые кусты у высокой стены. Свет от небесной полосы еле проникает сюда. По земле ползают черные жучки. Дом отсюда не видно. Глория сажает тебя на землю, зачем-то подносит палец губам и исчезает. Голос Стефана затих. Глории нигде не видно. Тебе становится холодно, жучки не хотят играть. Ты сидишь здесь уже очень долго, совсем-совсем один. Никто за тобой не приходит. Они забыли о тебе, бросили тебя. Так, значит, а что у нас есть там? Как по личности, да? Ну, вот смотрите, есть решительность. Безвольный, мне кажется, если мы сейчас просто останемся, ну просто останемся, то это будет как-то, ну, неправильно. Безвольный. А если мы наоборот волю проявим? Ну-ка. Значит, первый вариант громко заплакать. Ты начинаешь плакать в надежде, что тебя найдут. Искать дом. Ты встаешь и начинаешь пробираться через кусты в поисках дома. И ты занимаешь себя игрой с ласточками, ветками и жуками. Какие там варианты у нас были? Чуткость. Решительность. Запас сил. Ну, я так понимаю, чуткость, если мы сидим по-тихому, а решительность, если мы пошли. Ну... Я вообще за то, чтобы сети ждать. Меня посадила она, она что-то не тупая, правильно? Ветер шевелит. Листья на кустах. Ты проводишь по ним пальчиками. Ветки сильные, совсем не гнутся. Не то, что троллинки. А по земле жучки тащат какую-то палочку. Ты выдергиваешь в них прутик. Смешно. Один из жучков пробегает по пальцу и легонько кусает тебя. Быстрые шаги, шелест листьев, ветки раздвигаются. Над тобой склоняется матушка. Ты радостно ее приветствуешь и показываешь палец жуком. Вот куда они тебя запрятали. Матушка берет тебе за руки и гладит по голове. За ней виновата стоят твои брат и сестра. Глория заплакана. Стефан недовольно смотрит в землю. Чуткость. Вот, чуткость. Я тебе говорил, что вот, чуткость, да? Если бы мы... Подожди. Хотя я думал, что если мы останемся, решительность вырастет. А у нас чуткость. Ё-моё. Та-да-да-дам. Ты обнимаешь матушку еще крепче. Она рядом. Прошел еще годик. Короче, у нас получается в каждом году будет какое-то действие. Нисхождение. Еще одно воспоминание. Ты все еще малыш, но уже умеешь говорить и сам бегаешь по комнатам. Сегодня необычный день. Отец ходит по дому и отдает распоряжение прислуге. На кухне весь день кипит работа. Зажигаются свечи. Мрачные и молчаливые приготовления повсюду. Даже старший брат Стефан притих. Матушка подводит тебя за руку к твоей сестре Глории. Сын, сегодня мы отмечаем нисхождение. Это день, когда к нам спустились наши боги. Близнецы. Мы должны чтить это время и показать богам свою покорность. Ты еще мал. Поэтому просто слушай во всем свою сестру. Глория уводит тебя в детскую. Из нее убраны все игрушки, стулья, даже ковер. Остался только голый деревянный пол. А в другие комнаты нам с тобой сегодня не велено. И есть будем похлебку и черствый хлеб. Сегодня нисхождение. Все люди должны быть там, где им положено по рождению. Непривычно тихо. Только из-за двери доносятся приглушенные голоса. Ты потерянно сидишь на холодном полу, не зная, чем себя занять. В пустой комнате одиноко звучит голос сестры. Ты прислушиваешься, затаив дыхание. Это песенка, которой сестра научила матушка. Близнецы в мир приходили, нам уделы подарили. Их немного, раз, два, три. Все за мною повтори. Есть удел для дворянина. Править доблестью и силой. Духовенство видит суть. Их удел наставить в путь. А простых людей удел, чтоб работал и терпел. Кто уделы соблюдает, после смерти не страдает. Вот тебе, малыш, совет. Знаю дел свой с малых лет. Глория замечает твой заворуженный взгляд. На ее лице появляется улыбка. Нравится стишок Фрололо? А ты хоть понимаешь, про что он? Вот смотри. Есть три удела. Их дали сами близнецы, когда спустились к нам сияющего столпа. Видел белую полосу на небе? Это он. Сияющий столб. Видно всегда и отовсюду. Кто следует своему уделу, тот попадает на самую верхушку сияющего столпа. А кто нет, тот будет вечно мучиться у его подножья. Вот мы с тобой родились простолюдинами. И матушка наша тоже из простых. Наш с тобой удел страдать, терпеть и упорно трудиться. Ясно тебе. А у дворян и у священников уделы совсем другие. Дворяне всеми правят и сражаются. Про священников я и сама не очень много знаю. Но они разговаривают с близнецами и потом учат остальных. Глория глядит на тебя, понимаешь ли ты что-нибудь. Затем качает головой и продолжает напевать песенку. Голос сестры не замолкает, завораживает, притягивает. Комнату озаряет небесный свет, из него возникают две фигуры. Знакомые тебе с рождения. Одна обнимает плечи сестры, вторая встает на защиту за ее спиной. Ты не в силах отвести взгляд от этой картины. Глория, ничего не замечая, чуть покачивается в такт песни и снова поет последние строки. Вот тебе, малыш, совет. Волшебная картина перед твоим взором рождает непродолимое желание выразить себя. Внутри тебя тоже загораются слова. Но какие? Есть у нас два варианта. Первый, повторить строку. Мы просто присоединяемся к песне и повторяем ее последнюю строчку. Или бы исковеркать. Вместо последней строки ты выкрикиваешь свои выдуманные слова. Ну, я думаю, что мы просто повторим. Вот тебе, малыш, совет. Знай, удел свой с малых лет. Ты вторишь сестре? Глория удивленно поднимает на тебя глаза и кивает. Две светящиеся фигуры за спиной сестры поворачиваются к тебе. Их пристальный взгляд словно проникает вглубь тебя, ощупывает тебя с ног до головы. С головы до ног. Затем они растворяются в тусклом свете окна. Глория оглядывается. Ты что-то увидел, Фрололо? Ты мотаешь головой. Все уже случилось. Чуткость. Плюс один. Я заинтересованный. Как по жизни! По жизни! Прошел еще один год, а нам уже три. Год 1121. Весна. Происхождение. Ты стал больше понимать, о чем говорят взрослые. Твоя семья необычная. Отец благородный. Дворянин. Но не по рождению. Он заслужил титул на важной службе. А вот матушка из низкого сословия. Из-за этого и ты рожден простолюдином. Но отец говорит, что со временем ты тоже сможешь стать благородным. Тебя рано учат читать. Вместе с матушкой вы запоминаете стихи про божественных близнецов, живущих на сияющем столпе. Матушка называет эти стихи молитвами. Временами ты пытаешься разглядеть богов в полосе небесного света, сияющей над вами днем и ночью. Но это сияние только слепит тебя. Самая большая радость, ступеньки перестают быть непреодолимым препятствием. Теперь ты сам по ним ходишь, а иногда даже прыгаешь. Отец велит тебе быть осторожным и не залезать слишком высоко. Но даже все время падая, ты продолжаешь изучать мир вокруг. Старший брат Стефан все реже играет с тобой и Глорией. Стефан говорит, что будущему дворянину не положено возиться с простолюдинами. Глория за это дразнит Стефана. А вот в ответ таскает ее за косы. Одним вечером отец собирает вас в гостиной. Скоро у вас будет братик или сестренка. Глория просит сестренку. Одни мальчишки в доме надоели. Стефан сердится, ему уже хватает малышей под ногами. Получается, скоро и ты станешь старшим братом. А кому? Не важно. Ты будешь любить младшего больше всех. Когда отец возвращается домой из поездки, он иногда читает тебе свои взрослые книги. Тебя захватывают истории о войнах, полководцах и восстаниях. Отец одобряет твои увлечения. Если будешь упорно учиться, сможешь, как и я, стать дворянином мантии. И получишь шпагу. Но сперва тебе нужно повзрослеть. Какое пугающее и приятное слово. Взросление. Удел страдать. Ты рассматриваешь ковер под ногами. Странное чувство. Стыдишься и гордишься собой одновременно. Рука чуть саднит. Что такое саднит? Рядом носом шмыгает Стефан. Брат занимается во дворе с деревянным мечом, а ты хотел играть вместе с ним. Брат в конце концов рассердился и бросил в тебя мечом. Палка больно стукнула тебя по руке. Ты поднял ее, подошел и ударил в ответ. По ковру из стороны в сторону ходят матушкины ноги в домашних туфлях. Ты не поднимаешь головы, чтобы не видеть ее гнев. Она уже не так ласкова к тебе, как раньше. Почему ты поднял руку на Стефана, Фрололо? Ты сбивчиво отвечаешь. Брат начал первым. Ты всего лишь ответил тем же. Да какой он имеет право вообще мне надоедать? Вот вырасту и отлуплю тебя настоящим мечом. Паймай еще посмотрим, братан. Матушка пресекает ваш спор. Но когда она обращается к тебе в ее суровом голосе, все равно слышна забота. Даже если Стефан ударил первым, тебе не положено отвечать. Ты мой сын, а я из простого сословия. Нам с тобой уготованы страдания, а у твоего брата оба родителя дворяне. Скоро он пройдет причастие и будет править такими, как мы. Те, кто поднимают руку на дворян, получают наказание. Таков твой удел. Чем раньше ты научишься этому, тем лучше для всей семьи. Стефан торжествующе смотрит на тебя. Ты в тревоге смотришь на матушку, не зная, как поступить. Ага, то есть у нас есть вариант смириться с наказанием, да? Ты признаешь свою вину и говоришь матушке, что готов принять наказание. Отрицать свою вину. Ты продолжаешь стоять на том, что не виновен и не примешь наказание. И потребовать объяснений. Ты требуешь от матушки, чтобы тебе объяснили, почему все устроено именно так. Слушай, ну, мне кажется, это интересно, когда у тебя есть запас сил, способный на поступок. Но что он нам даст? Давайте попробуем сделать именно так. Именно смириться с наказанием. Стоит ли оно нам? Вот смотри, отрицать свою вину, это явно не чуткость. Ну, то есть нам, мне кажется, по лицу могут. Ну, то есть это не чуткость. Решительность. Типа, я против, да? То есть, возможно, у нас изменится запас сил в меньшую сторону. Но решительность станет больше. И, соответственно, мы из безвольного перейдем в такой, в новый, для нас в деятельный, да? Решительный, да? Смириться. Ё-моё, как интересно. Я думаю, что я ребенок. Я еще ни хрена не понимаю, поэтому я буду отрицать свою вину. Ты вырываешься из матушкиных рук и кричишь, что невиновен. И на силу будешь отвечать силой. Весь страх и стыд проходят. Твоя спина выпрямлена. Глаза... Выпрямлена? Хорошо. Твоя спина выпрямлена. Глаза устремлены прямо на матушку. Лицо матери ожесточается. Она резко хватает тебя за воротник и тащит вниз по лестнице. Я же стараюсь для тебя. Не упорствуй, Фрололо. Воля и сила не твой удел. Ты простолюдин по рождению. Стефан и должен так себя вести. Ему скоро получать дворянство. Ты должен принять, что наша жизнь смирение и страдание. Я тебе говорю, мы решительные черки. Тебя секут розгами на глазах у всей семьи. Боль раз за разом обжигает кожу. Ты стискиваешь зубы. Нельзя плакать. Только так ты докажешь, что равен брату. Что ты тоже будешь вправе сражаться и править. Теперь мы стали деятельными. На кровь, конечно, пролилась. Да, по жопе получили. Стихи Глории. Матушка все чаще остается одна в своих покоях. С каждым днем она становится тяжелее и круглее. Ей трудно ходить. Но вместе с тем с ее лица нисходит улыбка. Она кладет твои ладошки на свой большой живот. Ты чувствуешь шевеление где-то там, внутри. Скоро у тебя будет еще один братик. Или сестричка. Вместо матери теперь с тобой ходит сестра Глория. Вы гуляете по двору в вечернем свете сияющего столпа. Она поет тебе песни и рассказывает удивительные истории. Фрололо, а хочешь, почитаю тебе стихи. Я сама написала. Там и про тебя есть. Только никому не говори. Сочинять у дел дворян. Если матушка узнает, меня выпарют. Как тебя за драку? Мой второй отец судья. Первого не знаю я. Матушка твердит себе о сияющем столпе. Братец скачет, трам-пам-пам, как собачка по пятам. Ну а я стихи пишу. Ты об этом не шушу. Сегодня ты нигде не можешь найти сестру. Она давно обещала сводить тебя на старый пруд, где живут красные лягушки. Обещала и куда-то запропастилась. К твоим поискам присоединяются слуги. На шум и спокоив выходит матушка. Глория находит в отдаленном уголке сада. В ее руках перо и лист. Перо и листы, исписанные стихами. Матушка не на шутку рассержена. Пока она прибегает глазами по листам, ее лицо темнеет от злости. Глория заламывает пальцы. Сестре хочется убежать, но, кажется, спасения нигде нет. Глория, что за выходка? Мы уже об этом говорили. Тебе нужно следить за младшим братом. Не смей даже думать ни о каком сочинительстве. Матушка, я могу и сама решить, что мне делать. Нет, не можешь. За тебя решено. Богами. Братик уже не маленький. Ему не нужна нянька. А мне хочется иногда побыть одной. Придумывать что-нибудь свое. Я же никому не мешаю. Ты, простолюдинка и будущая хозяйка. Пора учиться следить за детьми. Вот если бы твой бесчестный отец оставил меня при себе, могла бы и ты стать дворянкой. А так, надеяться тебе не на что. И марать бумагу я тебе запрещаю. Матушка крепко хватает Глорию за руку и ведет вас за собой в дом. Там и наш... Брррр, извините. Давайте еще разочек. Матушка крепко хватает Глорию за руку и ведет вас за собой в дом. Там она швыряет исписанные листы в камин. Глория рыдает. Ты наблюдаешь за этим, думая, как поступить. Ой, смотрите. У нас, короче, есть много вариантов. Первый вариант. Пожаловаться на сестру. Ты жалуешься матушке, что Глория слишком часто оставляет тебя одного. Второе. Предложить писать стихи вместе. Ого. И утешить сестру. Я... Я вообще не понимаю, при чем тут пожаловаться. Это вообще нах... Ну, я... То есть не понимаю. То есть мы... Мы растем нормальным ребенком, да? И тут вот такая вот ситуевина. Ну, однозначно я... Какие есть варианты? Вот покинуть комнату. Ну, ты молча сбегаешь от этой ссоры к себе в комнату. Я считаю, что это неправильно. Это не наш метод. Утешить сестру. Ты успокаиваешь Глорию, говоришь ей, что матушка не права. Запас сил должен быть небольшим. Мне кажется, это обычное дело. А вот предложить писать стихи вместе, вот я думаю, что... Это то, что бы сделал я. Я бы точно не жаловался, потому что это тупо. Вы родственники. Поэтому предложить писать стихи вместе. Мое. Мое такое... Моя мысля. Ух! Стихи догорают в камине. Матушка удаляется. Ты обнимаешь плачущую сестру и с шепотом предлагаешь пойти в библиотеку. Там можно залезть под стол и написать что-нибудь вместе. Глория мотает головой. Матушка запретила. Нельзя идти против ее слова. Ты отвечаешь, что это будет вашей тайной. Ты тащишь Глорию за собой в библиотеку. Она упирается, но ты не сдаешься. Вы осторожно заглядываете в комнату. Сестра достает с полки книжицу. Вы забираетесь под стол и начинаете вместе читать. Эти стихи о вечной любви. Видно, как они нравятся Глории. Вы начинаете сочинять сами. Она вдохновленно произносит фразу. Ты повторяешь ее и предлагаешь рифму. Сестра радостно кивает. Ой, у нас чуткость... Теперь мы, короче, заинтересованы. Вот это круть! А что бы там было? Ну, то есть, из тех вариантов, которые были решительные, я бы не дал. Чуткость, по-моему, да, толковое дело. Так проходит остаток дня. Вы вместе придумываете стихотворение, выучиваете его наизусть. Но ни один лист не был исписан. Вы не нарушили запрета матушки. Вот, а я уже в ее голове! Детство, и нам уже четыре. Итак, год 1122. Зима. Грядущее причастие. Матушка вяжет в кресле маленькие вещи. Кофты, штаны, носочки. Говорит, малыша надо будет держать в тепле. Отец все реже появляется дома. По словам матушки, у него множество хлопот на важной службе. Ведь он судья. Однажды ты спрашиваешь матушку про Стефана и Глорию. Почему они тебе брат и сестра, а друг другу нет? Видишь ли, сынок, Стефана родила не я. У него другая мать, а у Глории другой отец. Ну, не морщи так лоб. Вырастешь и все поймешь. Как такое может быть? Вы же семья. Спустя несколько дней матушка зовет Стефана и Глорию в гостиную. Ты увязываешься за ними. Матушка сперва хочет выгнать тебя из комнаты, но затем велит сидеть тихо, молчать и запоминать. Когда войдете в храм, поклонитесь близнецам. Сперва направо, старшему, затем налево, младшему. Тебе, Стефан, нужно идти по мраморной стороне со скамьями, потому что тебе быть дворянином. Тебе, Глория, нужно идти по острой стороне. Затем вы оба должны встать на колени, каждый на своей стороне. Ты, Стефан, поцелуешь меч. Тебя, Глория, ударят плетью. Не бойся, дочь. Смиренно прими это страдание. В этом великое благо твоего удела. Ну, такое себе. Глории не нравятся слова о плети. Внутри твоей груди тоже что-то сжимается. Тебе велели запоминать. Неужели и тебя будут бить плетью? На следующий день брата и сестру везут в храм. Когда они возвращаются, ты выбегаешь им навстречу в переднюю. Платье Глории на спине пропиталось кровью. Она сгорбилась и едва слышно хнычет. Стефан гордо держит спину и задирает нос еще выше. На первый взгляд в них ничего не изменилось, но в то же время изменилось все. Они приняли свой удел. Так, значит у нас немножко изменились отношения с братом, со Стефаном. У нас теперь отношение стало более равнодушным. А до этого было, по-моему, вообще отрицательное. Окай. И у нас стало меньше единства. Ну, естественно. Я это тоже понимаю. Брат Стефан и сестра Глория приняли свое первое причастие в храме. Плач Младенца. Ты если вот... Я смотрю вот на эту правую. Вот как вы думаете, вот что она мне напоминает? Оно... По-моему, в Старкрафте это символ зергов вообще. Зергов? А зергов ли? Ну, явно не тиранов. И вряд ли пропусов. Зергов, конечно. Плач Младенца. Ты с любопытством разглядываешь сверток, в котором лежит твой младший брат. Отец качает новорожденного у себя на руках. Матушка светится улыбкой. Стефан и Глория оживленно суетятся рядом. Ты станешь ему самым лучшим братом. Никаких тумаков. Вы будете вместе играть и дразнить Стефана. Помогать матушке. У вас будет столько приключений. Чувствовать себя старшим братом непривычно. Только вчера ты был ну, самым младшим в семье. А вот это уже не так. Матушка дни напролет проводит с... На... Натан... Натаном. Так называли брата. То есть в древе появился брат Натан. Хрена вот. Младший во всем семействе. Твой родной брат... А, подожди. То есть у нас отношение с братом, вот со Стефаном было... Было с плюсиком, стало с минус... С нулем. Странный мальчик с самого рождения замкнут и нелюдим. Вечно не приспособлен. Болеет и плачет. Все время нуждается в заботе и защите близких. Рано начал читать священные тексты. Хорошо. Значит, матушка дни напролет проводит с Натаном. Натан. Натаном. Так назвали брата. Иногда она позволяет тебе покачать люльку. Натан все время плачет и днем, и ночью. Мать плохо спит, из-за этого весьма рассеяна. Вот и сегодня она забыла свое вязание в кресле в гостиной. Нужно отнести ей. Ты бежишь к матушке в спальню. Ты так соскучился по ее улыбке. Врываясь в комнату, ты протягиваешь матери вязание, но вместо благодарности ты наталкиваешься на ее уставший, холодный, враждебный взгляд. Натан, не переставая, кричит. Уйди прочь, фрололо. Ты мешаешь. Матушка цедит слова сквозь зубы. Ты смотришь на надрывающегося младенца, но не на миг не дает матери, он не на миг не дает матери отдохнуть. Да сколько можно? Когда ты замолчишь? Я хочу покоя. Матушка мечется по комнате и со злобой трясет Натана на руках. Братик плачет все сильнее. Кажется, она вот-вот швырнет его о стену. Так она устала от этого непрекращающегося крика. Нужно что-то делать. Тебе страшно от того, что делает мать, но тебе еще боль... Но! Еще больше ты боишься за жизнь маленького Натана. Значит, первое, позвать отца. Ты бежишь в кабинет отца и просишь его успокоить матушку. Второе, принять гнев на себя. Ты пытаешься привести матушку в чувство сам. Третье, вырвать брата из рук матушки и... И, значит, ты бросаешься к матери, стараясь ее успокоить. А как же надо было получить это интересно? Ну, благодарность, наверное, если бы мы с сестрой, конечно, ее подставили, наверное, да, она была бы более к нам благосклонна. Запас сил, да? Ну, блин, нам 4 годика, да? Вырвать брата из рук матушки. Позвать отца. Ну, давайте такие. Какие у нас варианты есть? То есть, если мы сейчас позовем отца, ну, явно мы получим все по шее. Потому что он придет, увидит, в каком состоянии мать, увидит, что наш нато набосран и вот это вот все. Поэтому я бы звать отца точно не стал. принять гнев на себя, ну, мелкому 4 годика. Какое мы сделаем? Давайте вырвать, вырвать брата из рук матушки. Вот это да, вот это мы сейчас устроим. Ты подлетаешь к матери и требуешь отдать брата. Матушка останавливается как вкопанная. Ты выхватываешь Натана, Натан, Натан, Натана, Натана, Натан, из ее рук. Она, задыхаясь от ярости, падает на кровати и начинает кричать. Ты убегаешь в детскую. Братик всхлипывает на ходу. Он тяжелый. Ты качаешь его на руках, как это делала матушка, и тихо навеваешь песенку про близнецов. Натан успокаивается и вскользь слава, ой, как хорошо, слава близнецам. Натан успока... Старшему сначала справа и потом младшему, который слева и плетью еще по шее. Натан успокаивается и вскоре закрывает глаза. Ты кладешь младенца на кровати и обещаешь, никто не сделает ему ничего плохого, пока ты рядом. Вот это у нас яйца, вот это мы мужика. Тяжелые шаги по коридору. На пороге детской возникает отец. Он глядит на тебя и Натана в замешательстве. На тебя и Натана в замешательстве. Ты много на себя взял, сын. Защищать семью благородное дело. Но ты должен был позвать меня. Пойми, тебе не положено вставать на мое место. Ты спас от беды младшего брата. Если ты готов отвечать за других и защищать их, ты сможешь пойти путем дворянина. Но только когда вырастешь. Пойдем, вернем малыша матушке. Отец берет Натана на руки. Брат не просыпается, только чуть-чуть ворочается. Вы вместе идете в покое матушки. Отец возвращает Натана в колыбель. Притихшая матушка подходит к тебе и обнимает. Прости меня. Видит близнецы я была сама не своя. Прошу, не сердись на меня. Очень мудрые. О! Это мы с кем? Это мы естественно мы с Натаном, да? Уже уже братки. Ты обнимаешь матушку в ответ. Статус благодарность. Класс. Запас сил. Вот это вот фигня, конечно. Тратится на совершение трудных поступков. Хорошо, я это запомню. как-то надо прокачаться, да? Рождение Натана. Год 1122. На свет появился твой младший брат Натан. Погнали дальше. Что, еще один годик? Да, да, если это проходит, нам уже пять. Солдатики, тебя будет отец. Накануне он вернулся из далекой поездки. Фрололо, у тебя особенный день. Сегодня ты начинаешь обучение. Теперь к тебе будут приходить учителя. Будешь их во всем слушать. Чем прилежнее будешь осваивать науки, тем ближе станешь к делу дворянина. Чтобы ты запомнил этот день, получишь подарок. Лидия, нужно собрать нашего шкалера. Хочу отправиться с ним в торговый квартал. Стефан просится с вами в город, но отец строго отдергивает его. Это твой день. Старший брат обиженно замолкает. Ты едешь с отцом в экипаже по пыльным и шумным улицам города. Ветер приятно треплет волосы. Ты уже знаешь, ваш город зовется Анизотти. Один из самых больших во всей империи. На улицах падает тень от белой кроны гигантского дерева. Его ветви просираются над всем городом. А ты знаешь, что белое древо выросло из растет уже столетия. Именно в нашем городе. Его нельзя ни разрушить, ни сжечь. Даже богословы не знают почему. Тем временем экипаж останавливается на площади у небольшой лавки. Ты в восторге бежишь к полкам, на которых куклы, фигурки, игрушки. Столько ты за всю жизнь не видел. Отец интересуется, готов ли ты выбрать себе подарок. Ты отвечаешь фигурке ордена святых воителей. Это же самые лучшие бойцы империи. Ты перечисляешь все, что тебе известно об ордене. Много лет назад с их помощью войска императора захватили всю провинцию Магра, взяли штурмом ваш город и присоединили к империи. Отец удовлетворенно кивает. Ну что хоть война пока и не твой удел. Солдатики приучат тебя мыслить как полководец. Мы будем вести ими сражения изучать стратегию. Беги, бери свой подарок. Отец погружается в изучение книг. Ты же ничего не видя перед собой бежишь к ящику солдатиками. Путь преграждает разодетый мальчишка. Он хочет забрать твоих рыцарей себе. Мальчик тянется к ящику сам и изо всей сил отпихивает тебя локтем. Не сдерживая злости ты толкаешь его в спину. Твой противник падает. Шум поднимается на всю лавку. Мальчишка богатей кричит в голос Он ударил меня! Он ударил меня! На тебе грозно надвигается внушительная фигура незнакомца. Это отец мальчика. Но на плечи тебе ложатся руки твоего собственного отца. Что случилось? Ты с облегчением прижимаешься к отцу. Он защитит тебя. Да! Ты толкнул мальчика на виду у всех. Но он хотел забрать себе твой подарок. Отец поворачивает тебя к себе лицом. Так это правда фрололо? Ты ударил дворянского сына? Угу. И у нас есть короче два варианта да? Подожди а как там было-то ё-моё? А мы нарочно это можно? Можно? Мы нарочно это сделали да? Да 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 не сдерживая злость мы толкаем его в спину. Ну соответственно что сказать правду? Ты рассказываешь что дал сдачи по факту по факту он нас мы его все по факту без обид. несправедливо обвинять выслушав только одного из вас ты не собирался толкать глупого мальчишку но он сам начал рассерженный дворянин прерывает твой сбивчивый рассказ рассказ до твоей правды никому нет дела маленький простолюдин закон есть закон тебя ждет наказание твой отец сокрушенно соглашается козел тебя выводят на улицу и ставят напротив мальчика дворянина ты должен покорно склонить перед ним голову по спине проходит неприятный холодок мальчик довольно ухмыляется размахивает и наотвашь бьет тебя по щеке затем еще и еще довольно он получил сполна мы уезжаем не стоя на пути от ударов голова плывет ты приходишь с себя только дома в постели слуги суетятся вокруг тебя ставят припарки на твое лицо отец все время возле твоей кровати решительность ну вот это да то есть мы все таки деятельны чувак на утро ты находишься на кровати на утро ты находишь на кровати ящичек соловянными рыцарями ордена святых воителей дорого же тебе обошлось упрямство плюс еще один год ай как растут дети то быстро год 1124 лето семейный ужин отец приказал вынести обедный стол во двор он впервые за много месяцев провел целый день дома и не запирался в своем кабинете играл с тобой и на таном беседовал о чем-то с поздрослевшим Стефаном гулял по саду и вот ужин на свежем воздухе вся семья вместе отец во голове стола он улыбается расспрашивает вас об успехах в обучении на тан лезет к нему на колени и смешно лопочет считалку Стефан рассказывает как отмечает его успехи учитель фехтования они с отцом выходят из-за стола и старший брат демонстрирует свое умение в учебной схватке следом Глория произносит длинную молитву встав на стул матушка хвалит рвение твоей сестры отец усмехается себе в усы а ты предпочитаешь все звания а ты перечисляешь все звания в легионе от рядового до военачальника Стефан слушает тебя с недоверчивым видом вечер внизу возвращается Грегор Бранте глава нашей семьи мой отец и наш дед соответственно твой дед Грегор Бранте вернулся в семейный дом из столицы так перед тем как продолжим читать судьба предчастие меч запас сил вот у нас проблема у нас вообще запас сил уже меньше нуля у нас минус 5 то есть вот здесь мы не сможем этого сделать но мы можем ворваться в урок фехтования то есть нам дано немножко информации поэтому нам нужно конечно решительность добивать до до 4 до упор ну и запас сил конечно поднять на одну как-то так итак вторжение после известия о приезде деда дом беспрестанно пробирают прибирают и украшают родители озабоченно проверяют порядок раздают указания слугам тебя заставляют мути руки и лицо после каждой прогулки во дворе ругает за оставленную на полу книгу Глорию Глорию угрожают выпороть если она посмеет снова спрятаться на чердаке Стефана заставляют сидеть в своей комнате достается даже маленькому Натану 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 какое чудное имя боже Николаю Натан все напряжены до предела День приезда Здравия День приезда День приезда День приезда День приезда День приезда День приезда полнейшее запустение это оскорбительно роберт как ты можешь жить в таком свинарники слуги совсем от рук отбились это она твоя жена мещанка их распустила я предупреждал но ты поступил по-своему а дети что они знают о традициях и чести они растут в добродетели отец ты сам уже говоришь как покорный в своем страдании простолюдин видят близнецы я не позволю случиться этому второй раз я забираю твоего старшего стефана столицу ты не в состоянии воспитать его подобающим образом я исправлю твою ошибку на твоих глазах решается судьба старшего брата отец безропотно делить слугам собирать стафана в путь сам стефан оцепенял он переводит взгляд с отца на деда и обратно отец кладет ладонью кладет ладони ему на плечо дед призрительно сжимает губы осмотр дома продолжается дед подвергает насмешки все что видит спальне матушки ему не нравится чуть смятая на кроватке надо на одеяло в комнате глории он глумится над ее шитьем и вот он открывает дверь к тебе что роберт у твоего второго сына солдатики да он же просто людин по рождению ему не положено даже думать его имя на твоих а сейчас мы тут сейчас вытащим деду до о ядреным вот сейчас я я не знаю вот до твоих глазах дед хватает ящик соловянными рыцарями ордена святых воителей отец молчит тебя распирают злость и страх это же подарок начала учебы дорогой и очень важный подарок но может быть прав и сперва тебе нужно доказать что ты имеешь право играть в войну неодобрительно качнув головой дед делает шах кочегу и бросает твою коробку прямо в огонь солдатиков охватывает рыжее пламя еще немного и они расплавится я хрен его знает как тут поступать но смотрите у нас закрыто соответственно у нас мы и солдатиков не можем вытащить да и смотрели как солдатики плавятся мы тоже не можем и у нас есть два варианта либо мы расплачемся расплав расплакаемся либо ударим деда где добить плохо вообще но запас сил у нас очень у нас так низкая я даже не знаю а вот если мы нападем на деда мы опять получим люлей ну расплакаться я не плакса поэтому это не наш вариант ударим деда пошел странный мужик в бессильной ярости ты подбегаешь к деду и что есть сил лупишь его по ноге дед даже не пошатнулся он коршуном склоняется на тобой замахиваясь тростью подлое отродье как ты посмел поднять на меня руку удар в этом что-то мне кажется сломалась у нас на вершине дедовой трость оказалась на верше дедовой трость оказалась тяжелым как камень ты словно ослеп и оглох одновременно еще один удар боль разрывает твою голову темнота рука рука несколько раз дергается против твоей воли как будто ты пытаешься поймать улетающий от тебя бабочку и проваливаешься в первозданную пустоту часть тебя одна из отведенных тебе жизней пропадает в этой пустоте без возврата боль смешивается с отчаянием и осознанием утраты этого уже не изменить первая смерть добро пожаловать в первую смерть боль в которой ты падаешь боль в которой ты падаешь принимает тебя мягкой периной легко свободно никакой скованности только свет окутывает тебя своими объятиями тепло и надежно тебя несут волны они ласково касаются и обволакивают то что раньше было твоим телом не похоже ни на что абсолютное полное чувство прикосновение к чему-то большему причине всего причине тебя ты был вылеплен из того света самым первым ты чувствовал это безграничное искреннее единение разного твое начало стало вспышкой из которой разлился свет и вот ты снова здесь в этом единении с началом всего свет исходящий от тебя подобен свету сияющего столпа ты видишь его как всегда на севере волны света несут тебя к двум фигурам старший стоит ближе он готов принять тебя к себе он мягок мудр добр и светел младший в ты еще не знаешь что он такое волна останавливают тебя у ног старшего он склоняется над тобой и легко касается губами твоего лба поцелуй расходятся по твоим по всему твоему телу папа папа поцелуй расходятся по всему тебе тебя охватывает восторг счастья которых нет равных ты чувствуешь ты такой один больше подобных тебе нет они знают это и любят тебя ты никогда не будешь один ты их часть часть своей семьи часть мира боги никогда не оставят тебя они всегда смотрят за тобой старший легко касается тебя распростёртывал на волнах он отправляет тебя дальше по реке света вперед к вершине раскидистой кроне белого древа чем ближе ты кроне белого древа тем тяжелее становишься воды тянут тебя вниз по его стволу но ты не хочешь уходить из этого теплого и мягкого из этой любви ты оглядываешься старший все еще смотрит тебе вслед он кивает все так как должно быть иди твое время еще не настало тебе пора вернуться в мир и пока ты падаешь вниз свое тело ты постигаешь истинный смысл своей малой смерти и открываешься и открывшись и тебе божественной любви любовь существует не только здесь в посмертии она внутри всего божественного замысла по которому устроена земная жизнь как эта любовь дана тебе как эта любовь дана тебе в земной жизни и есть шесть вариантов империя создав империю боги позаботились обо всех живущих только империя дает тебе место в мире и связь с другими это огромная семья создана для людей богами удел а второй это удел боги даруют тебе ясное предназначение в мире и этим дают тебе само твое бытие в этом их любовь к тебе и всем живущим семья любовь всегда живет в родной крови с родными ты делишь чудо жизни и мира семья и род то что дало тебе рождение то что дало тебе рождение и то что остается после тебя дело боги любят тебя настолько что позволяют менять сотворенный ими мир влияет на него своими делами каким бы не было дело твоей жизни это доказательство любви близнецов еще есть вариант ты сам само твое существование что может быть высшим выражением любви каждое твое чувство мысль поступок существует благодаря тому что близнецы создали тебя из своей любви и промолчать ты не находишь нужного ответа на этот вопрос я выберу семью семья это любовь любовь всегда живет в родной крови с родными ты делишь чудо жизни и мира семья и род то что дел дало тебе рождение и то что остается после тебя внезапное постижение любви который проникает который проникнут земной мир озаряет твой ум как вспышка однако оно гаснет и исчезает возвращается чувство плоти она тяжелая неповоротливая в ней нет этой легкости этого света она мешает и давит судорожные вздохи грудь расширяется с болью кажется твои легкие лопнут от содроганий их заполняет затклый запах гробницы отвратительный но такой настоящий ты вернулся неприятный влажный запах сырость к тебе возвращаются чувства ты лежишь на каменной плите в полумраке склепа склеп спускаются твои родители для тебя доносится их приглушенный спор матушка осмеливается перечить отцу как господин грегор мог так поступить он лишил нашего ребенка одной из жизней лидия мой отец глава нашей семьи а мальчик поднял на него руку мы не могли ничего сделать отец же признал что был слишком суров прошу тебя не злик господина грегора и прими то что случилось это больше не повторится ни с кем из наших детей склонившись над тобой и родители смолкают ты приподнимаешься опираясь на локти матушка заботливо накидывает плащ на твое дрожащие от холода обнаженное тело сын ты пережил первую гибель слишком рано тебе сложно понять что случилось но знай что милость близнецов безгранична ты ребенок твой час уйти в по смерти еще не настал еще два раза боги дадут тебе еще два раза боги вернут тебя назад но не испытывай судьбу никогда слышишь никогда больше не иди против того кто властен лишить тебя жизни фрололо ты сильно прогневал своего деда господина грегора больше не смей так делать и он тоже больше тебя не тронет а сейчас просто держись от деда подальше отец молча стоит в стороне когда мать заканчивает он подхватывает тебя на руки родители выносят тебя из семейную сыпальнице наружу по пути склепа ты украдка ощупываешь голову она абсолютно целая дома дед как ни в чем не бывало продолжает осмотр помещений стефан и глори гладят глядят на тебя озабоченным натан при твоем виде начинает плакать в комнате все еще пахнет жженой краской какой дед у нас а на левой руке у тебя появилась черная черная полоса сперва ты думаешь что испачкался но полоса ничем не отмывается матушка отвечает лишь что это теперь навсегда ой зато короче что у нас произошло благодаря тому что мы ну по факту да мы дали смерти тронуть нас умерши однажды мы получили плюс решительность и плюс чуткость и продолжаем итак по ту сторону события произошло условия испытать первую смерть еще в детстве ты переживаешь свою первую смерть и перерождение ой ну дед конечно нам дал жару да так что еще раз муравьиная ферма это событие вызвало вызвано твоими предыдущими поступками условия выполнены чуткость больше четырех окей хорошо ой это типа полин как круто я вот никак прерваться не могу ну типа давайте добьем главу номер один или выйдем меню уже мы вышли на самом деле за рамки обычного ролика поэтому меня зовут алексей ты на канале фролов может все и сегодня фролов может всем в игру за лайф жизни страдания сера бранта что такое мне пока очень нравится игра здесь много чтения рот сушит мозги взрываются это интересный визуал интересная история я прям чувствую как я куда-то погружаюсь хорошо написано легко от души мне нравятся такие игры спасибо за то что ты был вместе со мной подпишись на канал комментарий насколько тебе нравится такой формат игр и не забывай рассказывать друзьям и подписывайся подписывайся на канал в группу вконтакте там много всего интересного и знай мне с тобой было хорошо спасибо за просмотр